Нарушений не выявлено. Жители Ненецкого округа выбрали главы депутатов поселений, а также одного депутата горсовета. 88-й день рождения и день нефтяника. Масштабные гуляния прошли в столице региона. Надежные партнеры в социальной жизни региона. Губернатор Ненецкого округа встретился с руководителями нефтяных компаний. С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. В воскресенье в единый день голосования в 10 поселениях Ненецкого автономного округа состоялись муниципальные выборы. В Наринмаре прошли до выбора депутата в горсовета по Центральному избирательному округу номер 5. В Андикском, Омском, Карском и Пустозерском сельсоветах жители выбирали глав муниципальных образований. Еще в 9 поселениях определились новые составы советов депутатов. В Наринмаре явка на выборы составила 25,76%. В Заполярном районе явка в среднем составила 39,74%. На дополнительных выборах депутата горсовета по Центральному избирательному округу номер 5 победу одержала кандидат от партии «Единая Россия», заместитель директора Ненецкого регионального центра развития образования Елена Хабарова. В четырех муниципальных образованиях округа жители выбирали глав. В сельских поселениях на глав Вандиге и поселке Усть-Кара действующие главы подтвердили свои полномочия. Это Абакума Валентина Федора, Вандиге и Амеличкина Евгения Юйенальевна. В муниципальном образовании Омский сельсовет главой избрана Михеева Екатерина Михайловна, 62-го года рождения, заведующая февиалом Ненецкой центральной библиотеки имени Пичкова. И в Пустозерском сельском совете главой избрана Макарова Светлана Михайловна, 65-го года рождения, начальник отдела по обеспечению деятельности администрации Пустозерский сельсовет. Кроме того, в единый день голосования в девяти муниципальных образованиях округа Андикс, Камкарском, Омском, Пустозерском, Амдерминском, Великовисочном, Тиманском, Коткинском и Хасидахарском избирали депутатов сельских советов. Всего было распределено 66 мандатов. Мандаты политических партий в сельских советах распределились следующим образом. Наибольшее число мандатов в 53 в девяти сельских поселениях получила партия «Единая Россия». КПРФ получила два мандата в Коткинском сельсовете. ЛДПР – четыре мандата в Андиге, Оме, Устькаре и Индиге. «Справедливая Россия» – один мандат в Омском сельском совете. Самовыдвиженцы получили шесть мандатов в Великовисочном, Андиксском, Пустозерском, Коткинском и Хасидахарском сельских советов. В Харуте самовыдвиженцы получили два мандата. В целом, выборы прошли в спокойной обстановке. Жалоб в избирательной комиссии в единый день голосования не поступало, отметил председатель окружного избиркома Георгий Попов. 9-10 сентября Наринмар стал центром праздничных гуляний. Жители Заполярной столицы отметили День образования округа и День работников нефтяной и газовой промышленности. Ему предшествовали осенний кубок Заполярной лиги КВН, спортивные состязания, театральные представления, выставочные проекты. Главными событиями по традиции стали праздничные гуляния и салют. В этот день десятки окружных малышей нарушили свой обычный режим дня. Вместо сна по программе интерактивные площадки, конкурсы и игры. Родители такому активному отдыху были только рады. С удовольствием, даже мальчишки танцуют, прыгают, ляшат. Так что спасибо организаторам молодцы. На детской программе «Я родился в Наус», в которой начался праздничный марафон, можно было не только потанцевать, но и поиграть. Причем в забытые старинные игры. Давай-ка, Любашечка, давай-ка. Меня платили, купакам. Я подделаю. Очень старинная. Очень старинная. Ее играли и в Каргопольском районе, например, в Архангельской области, и у нас в Нянинском округе. Например, вот в Коткино моя тетушка вот рассказывала, что играли в такую игру. Но тогда использовали спички. Сегодня вот мы зубочистки взяли. То есть любые палочки можно. Самое главное, из этой кучки очень ловко вытащить. Эта игра называется «Бирюльки». Очень ловко вытащить по очереди эти бирюльки, не задев остальные палочки. Очень увлекает. Рядом с увлекательными ненецкими и русскими народными играми расположился ресторанный дворик с огромным самоваром. Здесь маленьких и взрослых гурманов угощали национальными блюдами. Самым гостеприимными на праздники стали представители татаро-башкирской диаспоры. Угощали, естественно, национальной кухней. Это травяной чай, который состоит из зверобоя, да, и плюс душица. Он очень полезный для здоровья. Мед обязательно. То есть башкирский мед самый лучший в мире. И национальное угощение – это чак-чак, сладкий с медом, естественно, вакбелиш, далее ищупепочмак, самса. И у нас еще был кастебый. Кстати, их юрта стала самой популярной не только среди гурманов, но и любителей искусства. И ее со второго этажа Дворца культуры Арктика рисовали юные художники из городской школы искусств. Там прошел праздничный пленэр. Юные таланты при помощи красок и пастели признавались в любви родному округу. А любишь округ? Обожаю. А почему? Ну, он такой своеобразный. У него есть свои традиции. Но он красивый. Не очень большой, не очень маленький. А что пожелать мужу округу? Я желаю, чтобы он строился еще больше и был еще красивее. Я просто изобразила двух оленей, а на них сидят девочки и держат «Мы любим нас». Плакат «Мы любим на ООО». А почему ты любишь на ООО? Да, обожаю. Ну, мне он нравится. Он такой, как бы, северный, но он, как бы, такой холодный, но все равно я его люблю почему-то. Потому что это мой округ. Я люблю его. Я там родилась, тут. Родиться в округе, да еще и в день его образования, 15 июля посчастливилось Павлу Дрягину. Многодетным родителям двухмесячного малыша из деревни Пылемец вечером перед праздничным концертом вручили ценный подарок. Да, вообще не ожидали. Позвонила наша глава, Татьяна Николаевна Жданова. Позвала, говорит, надо приехать, получить подарок. Оказывается, у нас Павел рожден в день округа. Мы не ожидали совершенно. Еще одна многодетная мама Сталина Вахрушева, которая воспитала пять детей, получила медаль «Родительская слава». А что можете пожелать молодым родителям? Какой-то, может быть, секрет воспитания раскройте? Какой секрет? Просто любить своих детей и прислушиваться к их мнению. Вот уже на протяжении 35 лет любят детей и прислушиваются к их мнению заведующая детского сада поселка Красная Галина Храпова. Ее многолетний педагогический труд оценили почетной грамотой НАУ. Начинала я с младшего воспитателя, с нянечки, как говорят, в ясельках работала. Потом закончила на воспитателя, отработала 19 лет воспитателем. И с 2001 года работаю руководителем. Сочинение когда написали, и в третьем классе у меня до сих пор сохранилось это сочинение. И я всегда писала, хочу быть воспитателем в детском саду. И моя мечта, конечно, исполнилась. Еще одну заслуженную награду получила наша коллега, главный бухгалтер телеканала «Север» Людмила Сенгур. Ей было присвоено звание «Почетный финансист НАУ». Это, конечно, очень приятное событие. И хотелось бы поблагодарить свое руководство, поблагодарить коллег, с кем я работала, с кем я сейчас работаю. И, конечно, поздравить всех нас с праздником. Всего государственные награды Ненецкого округа получили 23 человека. Это люди, работающие в разных отраслях нефтегазодобывающей промышленности, здравоохранения, образования, энергетики. Продолжился общий праздник концертом, на котором выступили специальные гости – московские артисты, группа «Файста Фэмили» и певица «Максим». Завершился праздничный марафон красочным салютом. Текущие вопросы – перспективы дальнейшего сотрудничества. Глава региона провел совещание с генеральными директорами нефтяных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Ненецкого округа. Предметом диалога стали вопросы участия недропользователей в социально-экономической жизни региона. По словам руководителя Департамента природных ресурсов НАО Сергея Андреянова, на территории региона зарегистрировано 383 компании-подрядчика. Благодаря налоговым отчислениям в прошлом году бюджет округа получил свыше полутора миллиардов рублей. Условия, которые сегодня созданы на территории, позволяют нам вместе с вами создавать умное производство. Есть возможность вкладывать, благодаря институционному климату на территорию округа, вкладывать приличные финансовые ресурсы, в том числе и в технологии на нашей территории. Мы вместе с вами пытаемся создать компетенцию наших жителей, чтобы не было сложностей при поиске рабочей силы, потому что сегодня условия работы в Том-Ритре требуют не только желания, но и большой компетенции. В этом году за счет средств недропользователей в регионе началось переоснащение учебных заведений. На модернизацию учреждений системы профобразования компания «Русит Петра» выделила порядка 70 миллионов рублей. 70% этой суммы направлено на перезагрузку профучилища с целью подготовки квалифицированных рабочих кадров, в том числе и для сферы недропользования. В этом году профессиональное училище сделало набор операторов нефтяных и газовых. Скажем, можно будет уже с этого года, начиная, посмотреть ребят, встретиться с ними и определить. Ведь можно заключить и такой трехсторонний договор. Как мы говорим, без оплаты со стороны сегодня получается за обучение недропользователя, но получить потом студента, уже специалиста, который необходим и который будет работать именно у вас. Галина Медведева на совещании с недропользователями предложила разработать совместную программу по подготовке востребованных специалистов, которые в дальнейшем смогут работать на месторождениях. В завершение совещания глава региона Игорь Кошин поблагодарил недропользователей за активное участие в развитии региона и вручил руководителям благодарственные письма. В поселке Искатели открыли памятную доску истории геологоразведки в Ненецком автономном округе. События приурочили к празднованию Дня образования Ненецкого округа и Дню работников нефтегазовой промышленности. На памятной доске размещена информация о первых геологоразведочных экспедициях, месторождениях и людях, которые внесли неоценимый вклад в освоение недр Заполярия. На доске почетных геологов значатся 25 имен, среди которых Владимир Керн. Инженер по бурению работает в геологоразведке с 74-го года по настоящее время. При его непосредственном участии были пробурены и построены сотни скважин. Самый сложный процесс в геологоразведке – это строительство глубоких скважин. Предполагаю, что мы в буре, мы предполагаем, что там. Как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает. То есть это придает большую ответственность и в какой-то степени значительную опасность того, что мы не всегда знаем, что нас ждет по мере углубления скважины. Поэтому здесь важен, конечно, опыт наших товарищей старших. Владимир Керн подчеркнул, геологами называют не только тех, кто принимает участие в строительстве скважин, но и всех сотрудников на месторождении – инженеров-механиков, энергетиков, механизаторов, транспортных служащих и многих других. При их участии с 1966 года разработаны 89 месторождений, в том числе 77 нефтяных. Самые крупные по запасам нефти – Хариягинская, Южно-Хольчуюская, Инзерейская, Тобойско-Мятсейская и месторождение имени Романа Требса. На них сосредоточено порядка 40% разведанных запасов нефти. Возможностей для занятий спортом станет больше. Руководители нефтяных компаний с главой региона посетили социальные объекты, возводимые на средства недропользователей. Приверженцев нордической ходьбы становится больше. В Наринмаре прошел второй фестиваль скандинавской ходьбы. С палками в руках они покоряют любые вершины и дистанции. Участники клуба скандинавской ходьбы провели эти выходные, как всегда, на свежем воздухе, используя для здоровья. Спортсмены преодолели дистанцию в 42 километра, а за день до этого их ждала разминка. Трасса в 5 километров. За подготовкой спортсменов наблюдала наш корреспондент Ирина Нижалова. Сегодня на территории туристического центра проходит второй окружной фестиваль скандинавской ходьбы. Пока зарегистрировано 57 участников, но это не предел. После мастер-класса им предстоит преодолеть дистанцию в 5 километров. О пользе скандинавской ходьбы сегодня не знает разве что ленивый. Но чтобы добиться нужного оздоровительного эффекта, необходимо соблюдать правильную технику. Вот почему первые занятия спортсмены рекомендуют провести под руководством тренера. Не надо сидеть дома, надо себя заставить встать, купить палочки. Они сейчас недорогие. И просто, если вы не знаете, просто прийти к нам на занятия, и мы научимся всему. В рамках второго окружного фестиваля скандинавской ходьбы инструктор Мария Завьялова проводит для всех участников мастер-класс и разминку. Новички узнают, как правильно использовать палки, чтобы добиться нужного эффекта от нагрузок. Ну а спортсмены разогреваются перед предстоящей дистанцией в 5 километров. На старт! Внимание! Марш! Скандинавская ходьба с каждым годом приобретает все большую популярность. В округе этим видом любительского спорта занимаются уже свыше 600 человек. Нашему клубу уже 5 лет. Эта команда идет вместе со мной эти 5 лет. Мы покорили 10% земного шара. Поаплодируем сами себе. Мы покорили Эльбрус. Мы покорили в этом году кончатку. Мы покорили Финляндию. Мы участвуем в международных соревнованиях. Мы прошли все Атлантическое побережье Испании, Португалии. В июле этого года активные участники клуба посетили Камчатку, где покорили различные вершины. Одна из них – Авачинский вулкан высотой свыше 2500 метров. 13 человек преодолели высоту 2000 метров. 7 человек поднялись на вершину вулкана. Среди тех, кто покорил Камчатку – Нина Абакшина. Так как я уже была на многих горах, как говорится, Камчатка, для меня показалась она такая самая тяжелая. По всем правилам. Потому что там и восхожения другие, и там действительно холодно, там действительно в горах зима с перемешкой растительности. Но это интересно. Вернувшись домой, приверженцы здорового образа жизни продолжают активно тренироваться на свежем воздухе, привлекая в этот вид спорта новых последователей. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно и на нашем сайте по адресу trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует.